Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря еще один блок очень важных макроэкономических отчетов из США. В 12.30 по GMT ждем статистику по промышленной инфляции. Речь идет об индексе цен производителей. Также в это же самое время традиционно для четверга выйдет отчет по первичным заявкам на пособие по безработице и еще релиз по роничным продажам. Поэтому, друзья, заранее ждем серьезную волатильность, мощное движение, контролируем риски. Это, как и всегда, принципиальнейшая вещь, которая очень важна и которая на вашей ответственности. Индекс доллара текущей котировки 102.50. Трейдеры продолжают анализировать данные по инфляции в США. Мы сделали на них уже очень большой акцент. Собственно, в показателе зафиксирован прирост с 3,1 до 3,2% в годовом выражении. В месячном выражении тоже серьезный рост на 0,4%. Это характерно и для основного индекса потребительских цен, и для базовой инфляции. Конечно же, мы понимаем, что признаки усиления инфляционного давления, о чем неоднократно говорили многие представители Федрезерва, если не все, и уж тем более об этом говорил глава американского регулятора Джером Апау, это условия, которые должны стать причиной, по которой американский регулятор будет откладывать первое снижение ключевой процентной ставки. Пока что мы ориентируемся, как, наверное, и весь рынок, на июньское заседание, до июньского заседания. Вряд ли что-то произойдет, а вероятность прямо ничтожно мала. Июнь, июль – это вот в зависимости от того, что будет дальше с макроэкономической статистикой. Если до июня, в течение, собственно, мартовского, апрельского релизов по инфляции и данных по рынку труда, мы получим доказательства того, что рынок труда начал стагнировать или даже демонстрировать признаки слабости, а инфляция снова вернулась к траектории снижения, то тогда вероятность снижения ставки в июне может начать стремительно расти. На данный момент, по данным инструмента FedWatch Tool, шанс на то, что американский регулятор пойдет на снижение ставки в июне, составляет 64%. Вырос этот показатель с 57%. Это значение, которое мы закончили прошлую неделю и начинали эту. Кстати, прямо даже интересно, что этот рост произошел уже после того, как отгремели данные по инфляции, когда на рынке, по сути, не было ничего интересного. Сегодня, как я уже отметил, очень много статистики по индексу цен производителей по промышленной инфляции. Ожидается рост в годовом выражении с 0,9% до 1,1%. Базовый индекс потребительских цен может показать небольшое снижение с 2% до 1,9%. Родичные продажи. Я думаю, что если провести логическую параллель, связать данные по инфляции с активностью потребителей, то нетрудно догадаться, что когда растет инфляция, скорее всего, одним из источников этого роста является усиление потребительской активности, рост активности потребителей. И сегодня, по прогнозам, как раз нас ожидают довольно неплохие цифры. Прирост на 0,8% сильно контрастирует эти ожидания с тем значением, которое мы видели два месяца назад. Тогда спад был на 0,8%. И в результате, если ожидания оправдаются, мы увидим новые свидетельства роста промышленной инфляции и высокие значения потребительской активности. Я думаю, что на рынке снова оживятся настроения, связанные с оповышенным спросом доллара, потому что мы получим еще один убедительный сигнал того, что инфляционные риски никуда не делись, а в отдельных секторах американской экономики они только лишь усиливаются. Поэтому я до сих пор транслирую оптимистичное настроение по индексу доллара и надеюсь, что многие из вас их разделяют. По крайней мере, фундаментальный фон сейчас говорит о том, что у доллара есть порох в виде фундаментальных оснований и релизов для того, чтобы вернуться к локальным максимумам. Золото 2170 долларов за тройскую унцию, рыночный сантимент 40-60, по сути, не изменился с времени вчерашнего брифинга. Десятилетние облигации активно растут 4,21%, и это важный триггер для того, чтобы вы, друзья, еще раз подумали, стоит ли искушать судьбу и перезаходить в длинные позиции в расчете на обновление новых исторических максимумов. Да, вероятность этого есть, особенно при определенном развитии событий, связанных, например, с резким снижением курса американского доллара. Но, как я уже отметил, я как бы за сценарией совершенно другой, с учетом тех релизов, которые мы ожидаем. Поэтому по золоту, как и ранее, рекомендую вам все-таки оставить этот инструмент хотя бы на несколько ближайших дней покоя. Американский фондовый рынок – новый исторический максимум в соответствии с ожиданиями. Каждую неделю мы переписываем эти рекордные отметки и зарабатываем на предсказуемом, довольно очевидном тренде, который характерен не только для индекса S&P, но и для всей фондовой секции США. Снова не могу не сделать акцент, что рост американского фондового рынка происходит параллельно с ростом доходности американских трежерис. Это очень странно, но есть то, что есть. Биткоин – здесь тоже новые исторические максимумы, сейчас 72 800. Предлагаю мыслить уже амбициознее. То есть мы ставили в качестве ожидания ранее то, что биткоин доберется до 70 и будет дальше расти. Сейчас можно засыпиться за следующую круглую планку – 75 000. Эфириум – 3950 долларов за одну единицу криптовалюты. Скорректировались с локальных максимумов чуть выше 4000, но опять же не забывайте, друзья, что рынок в ожидании одобрения ETF на основе эфириума тоже. Вроде бы как, если все будет по планам, это должно произойти уже в апреле-май. Но есть определенный тревожный сигнал относительно того, что американская комиссия до сих пор не дала никаких комментариев по этому вопросу. Времени остается все меньше. И прям совсем негативная новость, она связана с тем, что Бломер считает, что американская комиссия вовсе отклоняет одобрение этого контракта, потому что не захочется создавать прецедент. Потому что если этот контракт будет одобрен, это значит, что эфириум, который является криптовалютой, уже автоматически не будет являться наценной бумагой. Но не буду сейчас омолчать общую картину. Энтузиазмы и настроения оптимистичны. Эта штука такая, что, скорее всего, сплатит большое количество покупателей. Тем более, что мы знаем, как отреагировал биткоин спустя какое-то время на запуск аналогичных контрактов. То же самое может произойти и с эфириумом. Поэтому ожидание движения в районе 4,500 и 5,000 вполне актуально. Евро против доллара 1,0940. Крайне неплохие данные по промышленному производству еврозоны. Вмесячное выражение снижения на 3,2% в годовом на 6,7%. То есть в два раза хуже, чем ожидали эксперты. Это все следствие рецессии в Германии. Но с таким показателем в целом по промышленному производству еврозоны. Я думаю, что еврозона сама может оказаться вот в этой экономической пропасти. И опять же отсюда, надеюсь, что ЭЦБ видит все эти риски и начнет раньше стимулировать экономику, снижая ключевую процентную ставку. Ожидание по европейской валюте – это дальнейшее снижение ниже отметки 1,09. И по британцу 1,28, цели 1,30 все еще актуальны. Темп экономического роста в ВВП прирост на 0,2%. Хорошие показатели, нивальские цифры. Промышленное производство выросло на 0,5%. Я полагаю, что сегодня на факте волатильности после выхода данных из США британская валюта может забраться повыше, к отметке 1,28,50. Ну и в целом мы не связываем динамику британца с поведением американского доллара, потому что фунт здесь заряжен еще собственным фундаментом, который прежде всего связан с тем, что британский регулятор точно будет одним из последних центральных банков, который упадет на снижение ключевой процентной ставки. И доллар-иена 147,90. В пятницу будут опубликованы отчеты результатов переговоров профсоюзов и бизнеса по заработным платам. И на следующей неделе состоит заседание Банка Японии. Только после этого я готов еще раз размыслить относительно долгосрочных перспектив пары доллар-иена. В ожидании этих событий не сомневаюсь в том, что рост может продолжиться и цель 150 все так же актуальна. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Продолжение следует...